Тех, кто заболел коронавирусом, стигматизируют и дискриминируют, проще говоря, клеймят и выражают к ним нетерпимость. Впервые с этим столкнулись люди азиатской внешности в самом начале пандемии. Под раздачу попали не только этнические китайцы. При виде тебя начинают закрывать лицо, чем угодно, шарф, не шарф. Обидно, когда тебя обходят стороной, когда при виде тебя закрывают лицо, и ты ничего не можешь с этим сделать. Сейчас же дискриминируют самих заболевших членов их семей и людей, контактировавших с инфицированными. Почему происходит столь массовая стигма? Это новая болезнь, многие характеристики которой до сих пор неизвестны. Людям свойственно бояться неизвестности, но и возникающий страх легко объяснить происками чужаков. Растерянность, беспокойство и страхи общества вполне понятны. К сожалению, эти же факторы провоцируют распространение пагубных стереотипов, пишут эксперты. К чему это приводит? Люди, боясь осуждения общества, начинают скрывать болезнь и до последнего не обращаются за медицинской помощью. В итоге зараженный по неволе распространяет инфекцию и локализовать пандемию становится еще труднее. Нетерпимость по отношению к людям с ковид порождает невежественность. Многие до сих пор не знают, каким образом передается вирус, как лечат эту инфекцию и каким образом можно от нее защититься. Заблуждения, слухи и дезинформация – питательная среда для стигматизации и дискриминации. Они не дают эффективно бороться со вспышкой. Важно получать информацию из достоверных и авторитетных источников. Не стоит верить различной информации из рассылок в мессенджерах. Там зачастую говорят неправду. Эксперты международных организаций призывают СМИ и пользователей соцсетей максимально осторожно писать об этой теме. Нужно опираться только на факты. Продолжение следует...